Венесуэлка Фрэнсис Монтана вместе с тремя детьми и всеми своими вещами расположилась на улице колумбийской столицы. Она упрашивает полицейских впустить её в палаточный лагерь для беженцев. Однако власти распорядились не впускать вновь прибывших мигрантов. Фрэнсис теперь не знает, куда идти. «У них должно быть хоть немножко сострадания. Мне ничего не нужно, и еда не нужна, потому что я найду её за пределами лагеря. Я могу работать. Мне просто нужна крыша над головой, чтобы детям было где переночевать». Этот палаточный городок на футбольном поле – первый из возникших в Боготе, и его считают официальным. Сюда переселили беженцев из стихийного лагеря, которые приехали уже давно. В палаточном городке живёт 422 венесуэльца. Но вскоре по распоряжению властей закроют и его. «Мы закроем лагерь 15 января. Надеемся, что к тому времени расселим всех людей, предложив им разные варианты. Они сами начинают искать работу, потому что у многих есть разрешение на постоянное проживание». В настоящее время из Венесуэлы бежит каждый 12-й житель. Люди покидают страну из-за высокого уровня преступности, гиперинфляции, нехватки продуктов, медикаментов и основных товаров. «Каждый день я молю Бога, чтобы ни одна другая страна не оказалась в таком положении, как Венесуэла. Я молю Бога, чтобы Венесуэла быстро встала на ноги, и мы смогли бы вернуться. Нелегко оставить всё и начать с нуля в другой стране». По данным ООН, из Венесуэлы в общей сложности бежали три миллиона жителей. Они в основном остаются в соседних странах, но те уже не выдерживают нагрузки. В Колумбии, по оценкам власти, живёт миллион венесуэльцев. Причём ежедневно прибывают ещё три тысячи человек. Правительство считает, что к 2021 году в стране окажется четыре миллиона беженцев из Венесуэлы. Из-за этого колумбийская экономика будет терять 9 миллиардов долларов в год. Президент Колумбия призывает международное сообщество помочь разрешить гуманитарный кризис. Торговые напряжённости и более высокие процентные ставки приведут к замедлению глобальной экономики в следующем году. Такой прогноз сделала Организация экономического сотрудничества и развития, сокращённо ОСР. Причём она его пересмотрела в сторону понижения. Если в этом году рост составит 3,7%, то в 2019-2020 годах он замедлится до 3,5%. Ранее предполагалось, что в следующем году он будет таким же, как и в текущем. «Мы видим, что рост дошёл до пика, а теперь начал замедляться. На горизонте много рисков. Совершить мягкую посадку будет сложно, особенно учитывая нынешнюю обстановку. Мы призываем к большей кооперации за столами торговых переговоров». По подсчётам организации, если начнётся полномасштабная торговая война, то это сократит мировой ВВП на 0,8% уже к 2021 году. «Те торговые напряжённости, которые мы сегодня видим, на самом деле никому не выгодны. Все от них проигрывают. Очевидно, что торговля – явный признак кооперации, а это приносит пользу всем». Прогноз для США ОСР оставила без изменений. До 2020 года рост американской экономики замедлится с нынешних трёх до двух процентов из-за урезания налогов и более высоких пошлин, которые повышают расходы компаний. Что касается Китая, то, по мнению экономистов организации, рост его экономики замедлится с 6,6% до 6%. Это рекордный минимум за последние 30 лет. Прогноз для еврозоны тоже не такой радужный, как был в сентябре. Рост, как ожидается, замедлится с 2% в этом году до 1,6% в 2020. Самого большого замедления ожидают в странах, не входящих в ОСР. Многие развивающиеся экономики столкнутся с оттоком капитала на фоне постепенного повышения процентной ставки в США. Число погибших при крушении круизного судна в Уганде возросло до 30. Трагедия произошла в субботу на озере Виктория в районе города Мукона. Лодка перевернулась. Как сообщают в полиции, на судне находились местные знаменитости и принц королевства Буганда, самого большого в Уганде. Принц также является братом правителя Буганды. Его удалось спасти. Поиски продолжаются. «Некоторых уже опознали, некоторых нет. Мы стараемся вести поиски максимально быстро. Задействовали все народные силы обороны Уганды, полицию и спасательные службы. Мы не можем сказать, когда операция закончится. Зависит от её успешности». Как сообщил в воскресенье президент Уганде Явери Мусевани, лодка была перегружена. Вместо допустимых 50 на ней было около 120 человек. Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Несколько десятков человек спасли, но многие остаются пропавшими без вести. У берега собрались их родственники. «Среди обнаруженных тел его нет. Мы надеемся, что они найдут его. Мы опознаем его, потому что знаем его с детства». Напомним, в сентябре на том же озере Виктория только со стороны Танзании затонул перегруженный паром. Тогда погибло более 200 человек. Лидеры Европейского Союза предупредили британский парламент не отвергать соглашение по Брекситу, которое согласовала Тереза Мэй. В выходные в Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран-членов блока утвердили договор. Только на то, чтобы поставить печати на всех 585 страницах соглашения, ушло полчаса. Пункты о будущей торговле безопасности расположились на 26 страницах. «Хорошее соглашение. Печальное соглашение. Ужасно не само соглашение. Просто Брексит – это печальный момент для Евросоюза. И хочу отметить, для Великобритании тоже. История это докажет. Это лучший возможный договор. И это единственный возможный договор». Жан-Клод Юнкер призвал британский парламент помнить об этом, когда он будет соглашение ратифицировать. Испанский премьер выразил удовлетворение договорам, поскольку в нём гарантируется, что его страна ещё сможет участвовать в переговорах о будущем Гибралтара. Это спорная территория на южном побережье Испании, которая уже 300 лет остаётся заморской территорией Великобритании. «Что касается выхода Соединённого Королевства, мы все теряем. Но больше всего, конечно, теряет Великобритания. Но что касается Гибралтара, Испания выигрывает». Ангела Меркель была солидарна с председателем Еврокомиссии в том, что выход в Великобритании – это печальный момент. «Спустя 25 лет Великобритания выходит из Европейского Союза, и это трагедия. Но, конечно, мы должны уважать это решение и воле изъявления британцев. Хорошо, что, несмотря ни на что, мы сегодня смогли договориться о политической декларации по вопросу будущих отношений между ЕС и Соединённым Королевством». Тереза Мэй использовала пресс-конференцию, чтобы ещё раз подтвердить, что это единственное возможное соглашение. «Сегодняшний день – это кульминация сложного и длинного процесса переговоров между Великобританией и ЕС. Были те, кто говорил, что достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон – невозможная задача. С самого начала я отвергала этот упаднический настрой». Критики Мэй говорят, что Великобритания выйдет из соглашения, но будет обязана следовать правилам ЕС, в изменении которых уже участвовать не сможет. После Брексита, как ожидается, два-три года будет продолжаться переходный период. Протесты движения жёлтых жилетов, вызванные подорожанием топлива, ощутимо навредили экономике Франции. Об этом заявил глава Министерства экономики и финансов страны Брюно Лемер. «Субботу 17 ноября доходы крупных торговых точек снизились на 35%. Во второй день протестов, 24 ноября они упали на 18%. На неделе выручка всех крупных торговых точек снизилась на 8-15%.» У движения жёлтых жилетов нет лидера. Оно зародилось в социальных сетях. Один из участников движения призвал 17 ноября заблокировать Парижскую окружную дорогу. Эту идею поддержали и в других регионах Франции. В первый день в протестах участвовали более 280 тысяч человек. В течение недели акции продолжались, но с небольшим числом участников. В следующую субботу на демонстрации вышли более 100 тысяч человек. При этом масштабные протесты охватили Париж. На Елисейских полях собрались 8 тысяч протестующих. Некоторые били витрины магазинов, поджигали автомобили, переворачивали мусорные баки и возводили баррикады. Полицейским пришлось применять слезоточивый газ и водяные пушки. «Экономические проблемы, конечно, есть. Но тут встал вопрос воспитания. Ради общего блага надо перевоспитать детей. Видите, с какой быстротой и лёгкостью люди перешли от хороших намерений к неуважению и разрушили общественную собственность. Ужасно видеть такое. Ненормально уничтожать прекрасные вещи на Елисейских полях. Мы можем быть недовольны, но я пенсионер и не жалуюсь. А если мы жалуемся, то спокойно». «Я потрясена. Это неприемлемо. Не понимаю, почему они это сделали. Ведь розничные торговцы перед ними не виноваты. Поэтому не понимаю, как можно до такого додуматься. Это шокирует». Во вторую неделю демонстрации протестующие блокировали дороги по всей стране, препятствуя доступу к некоторым складским базам, загородным торговым центрам и фабрикам. В ходе протестов два человека погибли, сотни раненые арестованы. В 2018 году во Франции из-за повышения налогов на нефтепродукты цены на дизельное топливо выросли на 23%, бензин подорожал на 15%. В начале следующего года цены на горючее планируют снова повысить. При этом жители маленьких городов сильно зависят от автомобилей, на которых добираются до работы или до магазинов. Зонд NASA Insight благополучно сел на поверхность Марса, что вызвало ликование в Центре управления полётами в Калифорнийской Посадене. Теперь начинается его двухлетняя миссия, в ходе которой впервые изучат внутреннее строение Красной планеты, а также её тектоническую и сейсмоактивность. Посадка продолжалась 7 минут, и за это время учёные успели поволноваться. «Моё сердце буквально прекратило биться на 7 минут. Не знаю, нормально ли это с медицинской точки зрения. Потом мы получили сигнал о раскрытии парашюта, о чём было ещё страшнее думать. Но всё прошло хорошо». А это первое марсианское селфи зонда «Инсайт». «Вы помните это ярко-красное изображение с зонда «Викинг». И все, наверное, видели чёрно-белые фото с Луны. Они были удивительные. А теперь я смотрю на это изображение с «Инсайт». Это что-то вроде полного цикла в моей карьере, которую я посвятил тому, чтобы лучше понять Марс». За шесть месяцев полёта от Земли аппарат преодолел 548 миллионов километров. На планету он привёз целый набор инструментов. Сев в районе марсианского экватора, он начал раскладывать все приборы возле себя с помощью специальной руки. На завершение этой работы ему потребуется около месяца. На поверхности Марса «Инсайт» пробурит отверстие глубиной до 6 метров. Учёные ожидают получить от зонда около 29 гигабайтов данных. Власти Тайваня обратились к Японии с заявлением после референдума. На нём большинство жителей острова проголосовали за сохранение запрета на импорт японских продуктов из префектур, затронутых аварией на АЭС «Фукусима». «Министерство иностранных дел будет и дальше держать связь с Японией по вопросу результатов референдума. Мы будем решать проблему с осторожностью и надеемся на понимание с японской стороны. В конце концов, референдум – это воля изъявления тайваньских граждан». В голосовании приняло участие 10 миллионов из более чем 19 миллионов тайванцев, имеющих право голоса. Из них 7,8 миллиона поддержали сохранение запрета на импорт. Этого числа оказалось достаточно, чтобы результаты референдума считались действительными. Впрочем, многие жители жалуются, что правительство не предоставило исчерпывающую информацию ещё до голосования. «Правительство нам чётко не объяснило, почему мы должны соглашаться на такой импорт. Если мы согласимся, то как будут защищать наши права? Правительство должно было это разъяснить. А так, я, конечно, проголосовала против импорта. Чем выше стандарты безопасности, тем лучше». «Пока мы не видим механизма, как правительство будет проводить проверки и каковы условия снятия запрета. Главная проблема в том, что общественность волнуется и сомневается». Япония выразила сожаление в связи с решением тайванцев. «Очень жаль, что согласно результату тайваньские потребители ещё до конца не уверены. Мы используем любую возможность, чтобы прояснить ситуацию, и будем призывать Тайвань как можно скорее снять запрет». Согласно запрету, в Тайване импортируют продукты из префектур Фукусима и бараки Гума, Татиги и Тиба. Закрытие границы Сан-Исидро в мексиканском городе Тихуана уже стоило местной экономике миллионов долларов. КПП считается самым оживлённым в Северной Америке. Временное закрытие спровоцировал наплыв мигрантов из Центральной Америки. Они пришли караваном к границе с намерением нелегально попасть в США. «В минувшее воскресенье мы потеряли 5,3 миллиона долларов. Это что касается кампаний в Сан-Исидро. Также были затронуты кампании в Чулависта, Нэшнл-Сити, Сан-Диего и других. У нас отменено бронирование более 8 тысяч номеров, если точнее, более 8 тысяч 800 с обеих сторон границы». Между тем, американское правительство настаивает на том, что принимать мигрантов будет только легальным путём. Президент США Дональд Трамп в своём твиттер отметил, «Мексике стоит вернуть размахивающих флагами мигрантов, многие из которых закоренелые преступники обратно в их страны. Делайте это на самолётах, автобусах или другими путями. Но в США они не попадут. Если будет необходимо, мы закроем границу бессрочно». Некоторые мигранты уже решают вернуться самостоятельно. Другие же намерены стоять на своём. «Я хочу попасть в США и найти работу, потому что я оставила свою семью в Сальвадоре. Там очень плохо. Посмотрим, смогу ли я помочь семье. Там найти работу сложно». Мигранты идут через Мексику большими группами, которые называют «караванами». В настоящее время в Тихуане у границы находятся около 7 тысяч человек. И ещё около 800 – уже на подходах к городу. Второй тур выборов президента Грузии завершился перевесом в сторону независимого кандидата Саламья Зурабешвили, которая поддерживает сбалансированное отношение с Западом и Россией. Её соперником был оппозиционер Григол Вашадзе, который выступает за прозападный курс. 66-летняя Зурабешвили с 2004 по 2006 год занимала пост министра иностранных дел. Она также была послом Франции в стране, поскольку имеет и французское гражданство. Она пользуется поддержкой правящей партии «Грузинская мечта». «Сегодня мы, наконец, решительно отбросили своё прошлое. Прошлое, которое не давало нашему обществу укрепляться и идти к восстановлению. Наш выбор – это мирная Грузия, свободная страна с равными правами для всех. Наш выбор – это диалог с теми, кто сегодня за меня не голосовал». Григол Вашадзе тоже был министром иностранных дел Грузии с 2008 по 2013 годы. Он бизнесмен и в прошлом кадровый дипломат. «Каков бы ни был результат, мы достигли главных целей. Одно из них было создать объединённую оппозицию. Мы будем вместе, всё только начинается». Международные наблюдатели внимательно следили за ходом голосования, поскольку оппозиция заявляла о попытках властей повлиять на избирательный процесс. Сами избиратели говорят, что голосование прошло без происшествий. «Настроение хорошее и позитивное. Выборы нужно проводить в такой мирной и позитивной обстановке. Сегодня я пришёл с ребёнком. Всё завершится мирно, так же, как и началось». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поддерживал Вашадзе. Он уже призвал людей выходить на протесты. Верховный суд Южной Кореи обязал японскую корпорацию Mitsubishi Heavy Industries выплатить денежные компенсации 28 южнокорейцам и их семьям. Компания насильно мобилизовала этих людей на принудительный труд в годы Второй мировой войны. Эту 89-летнюю женщину отправили в Японию, когда ей было 15 лет. «Я думала, что еду в Японию учиться. Но когда я туда попала, там не было возможности учиться. И меня заставили пойти на завод работать». Всего было два судебных иска. Первый – от пятерых бывших рабочих, которых насильно забрали на завод в Хиросиме. Спустя год они получили радиоактивное облучение во время ядерной бомбардировки. Суд обязал Mitsubishi выплатить каждому ИСЦу либо их семьям до 150 миллионов вон. Это 134 тысячи долларов США. Второй иск подала группа из 23 женщин, работавших на заводе Mitsubishi в Нагое. Им должны выплатить по 70 тысяч долларов. «Мы выиграли суд. Я счастлив, но в то же время у меня смешанные чувства, потому что ИСЦы должны были получить этот результат до того, как умерли. Но вердикт вынесен уже после смерти большинства из них. Поэтому я расстроен». В прошлом месяце Верховный суд также удовлетворил подобный иск четырёх южнокорейцев в отношении японской сталилитейной кампании «Ниппон». Власти Японии считают эти решения суда абсолютно неприемлемыми, называя их нарушением международного права. Они ссылаются на то, что вопрос о компенсациях окончательно решили ещё в 1965 году во время нормализации отношений между странами.